Всех приветствую! Меня зовут Калугина Анна. Я селекционер флоксов, вывела более ста сорта флоксов. Но кроме флоксов мне еще очень нравятся другие растения, такие например как хосты. В моем саду растет более 500 сортов хост. Я их собирала более 15 лет и я с удовольствием сегодня с вами поделюсь информации о хостах. Тема нашего сегодняшнего разговора 10 хост, которые должны расти в каждом саду. Мне было очень тяжело выбрать 10, потому что мне каждая хост в моем саду очень дорога, очень нравится и было очень сложно выбрать такое маленькое количество, но я очень старалась. Итак, начинаем наше видео с хосты Либерти. Она красавица для меня и в моем саду она сидит уже более 10 лет. Очень красивая, очень контрастная, крупная, очень красивая форма роста. Форма ее называется вазообразная. В высоту где-то она около 40-50 сантиметров, ширину 80 сантиметров. Есть у нее один маленький минус, она немного медленно растет. Сажать, мне кажется, ее лучше на солнечное место либо в полутень. Совсем в тени она немножечко потеряется, не будет такой красивой, такой контрастной. Листья у нее плотные, к слизням она очень устойчивая. Я ее рекомендую для всех любителей хостов. Следующая хоста в моем списке называется Sun Power. Наверное, многие уже слышали о ней, выращивают в своих садах, но согласитесь, ну куда без нее. Такая красивая, такая желтая, такая золотистая. Кстати, золотистая она бывает, если ее посадить на солнце. А если ее выращивать в более полутенистом месте, то она будет немного желтовато-зеленоватая, такого цвета Chartres. Говоря об ее размере, можно сказать, что она где-то 40-45 сантиметров, ширина где-то 60 сантиметров. Разрастается она хорошо и быстро, прямо в течение трех лет из одного маленького экземпляра можно получить приличный хороший кустик. Листья у нее средней плотности, но не могу сказать, что слизни ее сильно атакуют. Она такая хорошая, стойкая, красивая, замечательная хоста. Следующая хоста в моем списке не такая крупная, как предыдущие, называется она Curly Fries. Высота у нее 30-35 сантиметров, а ширина около полуметра. Чем она для меня такая притягательная? Мне нравится то, что у нее узенькие, длинненькие листочки, кроме того, что они очень волнистые по краю. Притом, эта хоста очень интересно себя ведет, если ее посадить в разные места. На солнце она становится практически золотистой, но все равно с таким зеленоватым оттенком. А если ее посадить в тень, в глубокую тень, как, например, на моем участке, то она становится зеленой, чуть-чуть с голубоватым оттенком. И растет, кстати, немного медленнее, чем если ее посадить на солнце. Но в тени она выглядит немного покрупнее, немного повыше. На солнце она немного более низкая. Следующая хоста в моем списке Guardian Angel. Вообще замечательная хоста с какой-то волшебной окраской. Она у меня появилась давно и росла как-то все медленно и медленно. В общем-то я поняла, что она из тех хост, которые не очень быстро растут. Она средне крупная. Где-то она 45 сантиметров в высоту, где-то 60-70 в ширину. Когда она разрастается, выглядит вообще обалденным кустом. И у нее плотные хорошие листья. Она устойчива к слизням. Но с местом посадки этой хосты надо будет немножечко посмотреть. Потому что прежде чем я нашла идеальное место для этой хосты, она у меня сидела и в некоторых других. Получается так, что эта хоста, когда распускается, выглядит достаточно контрастно. У нее голубые края и светлый кремовый центр. Потом, если эту хосту оставлять на ярком солнце, в таком месте, если она сидит, то она достаточно быстро покрывается такой голубоватостью или синевой, можно сказать. И лист становится практически одинаковой окраски. Но не прям вот он весь синий-синий, но он такой вот по краям четко синий, а посередине какой-то такой синеватый. Но если найти место немного притяненное от, наверное, полуденных лучей, то тогда эта хоста в центре не будет покрываться синевой, будет оставаться до конца сезона такая вот светлая, только если можно сказать такой легкой-легкой пеленой или задымлением, чего-то такого зеленовато-голубоватого. Очень она красиво и хорошо смотрится. И можно сказать, что вот в двух садах, при разном месте посадки, эта хоста будет выглядеть совсем как два разных растения. Следующая хоста, которая мне очень нравится, называется Raspberry Sunday. Она у меня тоже уже давно растет. И что интересно, когда я вообще ее увидела первоначально, я не могла поверить, что она такая контрастная, имеет в себе столько окрасок. У нее белый центр листа, темно-зеленый край листа, а черешок бордовый. И вот эта бордовая с черешка, она заходит на белый центр листа. Очень выглядит красиво. А если теперь еще представить, что эта хоста средняя, такого среднего размера, около 40-45 сантиметров в высоту, около 60 сантиметров в ширину. И вот каждый этот контрастный красивый лист, и на каждый белый центр заходит красный бордовый цвет, это очень-очень-очень красиво и впечатляюще. У этой хоста я всегда советую оставлять цветоносы, потому что цветоносы тоже красивого бордового цвета, они будут только украшать эту хосту. Листья у нее средней плотности, разрастается она вполне неплохо, а сажать ее можно и на солнце, и в полутени. А следующая хоста, которую я бы рекомендовала посадить в любом саду, называется Фернлайн. Это замечательная, красивая хоста, но эта хоста для солнечных мест не подойдет. Она подойдет для полутени или для тени. Она среднего размера, высота у нее 30-35 сантиметров, а ширина 50-60. У этой хоста толстые голубые листья имеют очень широкий кремово-желтый край, который достаточно быстро уже в июне становится ярко-белым. И когда ты идешь мимо, такая маленькая красивая небольшая кочка с очень-очень белыми яркими листьями с синий конвой. Смотрится просто обалденно. Разрастается хорошо, слизнями не портится и может украсить любой теневой уголок. Следующая хоста, которая, я думаю, будет шикарно выглядеть в любом саду, в Викторе, в переводе Победа. Это вообще огромная хоста-гигант. В моем саду это самая крупная хоста. Ее размер такой. Высота 75-100 сантиметров, а ширина 180. Представляете, какая она огромная. Она мощная, у нее высокие ножки у листьев. Сама по себе листва привлекательная. Куст фонтанообразный. Листья удлиненные, сердцевидные. Сами по себе листья зеленые, с широкой кремовой каймой по краю. Они плотные. Единственный небольшой минус, но в принципе у многих хост-гигантов это такой минус, в котором приходится мириться. Эта хоста немного медленно разрастается. Надо немножко подождать, прежде чем она создаст такой вот красивый куст. Большой и красивый. Несмотря на то, что она такая высокая, у нее такие плотные хорошие черешки, которые прекрасно держат листья. Даже в непогоду, в ветреную погоду, эта хоста выглядит, как такой солдатик. Стоит на месте, никуда не девается. Листья плотные. Посадка может быть и на солнечном месте, и в полутени. Следующая хоста из этой же серии огромных красавиц, называется Атлантис. Долго в моем саду она росла. Я ее купила маленькой и никак не могла понять, ну что такое, когда она вырастет. И вот наконец прошло уже много лет, она теперь просто уже огромная. Ну и теперь она так шикарно выглядит, что от нее иногда просто невозможно оторвать глаз. И когда приходят знакомые в сад, они всегда на нее обращают внимание. А выглядит она так. Центр зеленый, а край достаточно ярко-желтый. Высота у этой хоста 70-80 сантиметров, а ширина 120 сантиметров. Ее сажать можно и на солнце, и в полутени. А разрастается она хорошо и достаточно быстро. Следующая хоста называется Обиква Дринкенгурт. Это хоста среднего крупного размера. Высота у нее где-то 50 сантиметров, ширина где-то 80. Чем она примечательна? Она очень-очень красивого, насыщенного глубокого сине-голубого цвета. Но самое-самое главное то, что у нее листья сложены такие в чаши или в лодочке, можно сказать. И после дождя в них собирается вода. И это смотрится просто великолепно. Эта хоста очень хорошо разрастается. У нее плотные листья, которые не подвержены слизням. Место посадки для такой хоста это, конечно, тень либо полутень. Если ее посадить на солнце, она будет достаточно быстро, станет зеленая. И не так это все будет интересно. Но если ее найти место и посадить ее в глубокую тень, то она будет прям очень синего, такого нормального плотного оттенка. В общем, советую ее для тенистых участков. Следующая хоста в нашем списке, как я могла пройти мимо, хоста Прайн Хэнс. Это всем известная хоста Малящиеся Ручки. Когда я ее увидела впервые, но тоже не могла поверить. Неужели такую хосту из такой формы сделали? Как это вообще возможно? Получив ее и выращивая в своем саду, я не перестаю ей восхищаться, какая она интересная. Ведь даже на ощупь она совсем отличается от других хост. Она очень плотная, у нее даже какие-то можно сказать шершавые листья. Размер у нее средний, где-то около 40 сантиметров в высоту и 60 в ширину. Но она никак у меня не получается нарасти, потому что каждый, кто приходит, всегда нужно кому-то откопать обязательно. Но все время у меня в таком... Я хочу, чтобы она уже большая была, но все время маленькая остается. Где ее можно посадить? Ее можно посадить в любом месте в саду, но с таким учетом, что если она будет расти в тени, она будет более темно-зеленого цвета. А если ее посадить на солнце, то она будет более среднего зеленого цвета, такого насыщенного зеленого. Но она будет немного пониже размером. Сами листья у нее зеленые, а покрашку, если присматривать, то у нее такая тоненькая желтенькая полосочка. Но она очень тоненькая. Разрастается эта хост очень хорошо. Выглядит очень оригинально, запоминающаяся. На другие хосты она ничем не похожа. Ну вот это была 10 хоста в нашем списке. Но я не могла закончить 10. У меня никак не получилось мой список сделать из 10 хост, поэтому еще две маленькие хосточки мне очень тоже еще хочется добавить в этот список. Но вообще-то они не очень маленькие по размеру. Они такие хорошего среднего крупного размера. Одна из них называется Big Daddy. И я не могу представить себе сад без этой хоста. Это хоста сине-голубого окраса. У нее очень плотные, сжатые, красивые листья. Кто-то говорит вафельные структуры, кто-то говорит похоже на жабу. Но смысл в том, что они очень-очень красивые. Разрастается она хорошо и быстро. Вместо посадки нужно выбирать тенистое или полутенистое. Одна из лучших хост в моем саду, одна из любимых. Ну и вот теперь-то точно последняя хоста. Она называется Color Festival. Можно сказать, что это обычная хоста. И зачем вообще я ее включила. Но с другой стороны, она такая красивая, она такая контрастная. В ее окраске присутствуют три оттенка. В середине белая, по краям темно-зеленая, а между этими двумя цветами еще проходит нерегулярная желтая полоска. Смотрится обалденно в любом саду, в любом месте посадки. И в тени, и в полутени, и на солнце. Можно ее выращивать и в горшке, где-то около, например, крыльца поставить, или около беседки. Можно выращивать в цветнике. Она везде притягивает на себя внимание, потому что она яркая, контрастная и очень красивая. Разрастается хорошо, листья плотные, слизни не портят, от дождя ничем не поражается. Белый цвет у нее выглядит всегда хорошо и красиво. В общем, это просто наслаждение в саду, можно так сказать. Ну вот теперь мой обзор точно закончен. И в конце мне было бы интересно узнать, какие бы вы хосты добавили в этот список. Также, если понравился формат такого видео, то я могла бы рассказывать еще про флоксы и про хосты. Если вам интересна более детальная информация про флоксы и хосты, то я буду очень рада видеть вас на своем канале Садфлоксов. Ссылка будет внизу в описании. Спасибо всем за внимание. До новых встреч!